привет друзья с вами светлана наконец-то я начинаю вновь снимать свои вышивальные недели очень-очень соскучилась но я думаю вы слышите что немного голос у меня другой ничего с этим не могу поделать уже третий месяц все вот это продолжается но по крайней мере говорить я могу более-менее ну ждем весну ждем весну и ждем весну вместе с этой прекрасной работой сегодня у меня на календаре 6 февраля понедельник и решила я начать эту вышивальную неделю именно с подушки от фирмы по нам этот набор мне по на прислали на обзор но я очень его хотела прям вот это просто что-то с чем-то когда увидела его на формуле очень понравился своей минималистичностью своей необычностью реалистичностью в то же время вербочки здесь как настоящие и конечно комплектующие очень интересные во первых основа здесь большая такая вот смотрите сама подушка 40 на 40 основа здесь с воздухом с полями это мураном цвет вы видите такой кофейный приятный очень значит здесь также помимо не так гамма есть пушистые ниточки cloud но я показывал уже обзор вот вышиваю сейчас вот прям вот так вот с этого органайзера мне очень удобно и вот кстати длина ниток 60 сантиметров на мой взгляд вот тут просто идеально потому что очень удобно и органайзер сам достаточно аккуратно выглядит и в то же время особенно вот эти вот ниточки cloud их длинные не надо я вообще эту нитку 60 сантиметров беру складываю пополам нужно вышивать в два сложения и вот вышиваю это коротенькой ниткой этого вполне себе достаточно тем более тут такие места особо-то до больших зашивок нет площадей покажу поближе что у меня здесь вышито я сделала перенабор сама такой слепой по номерам сейчас у меня готова 26 процентов работы не стала я пяльцем вынимать ну вот такой рабочий у меня вариант в рабочий процесс почему так много кажется но здесь я сразу делаю бэк вот вы видите здесь есть и темный бэк и такой посветлее вот этой светлой ниткой здесь только используется она для бэка мне так удобнее делать поскольку здесь вот эти вот веточки они так вот свободно расположены часто нужно будет переставлять пяльцы для того чтобы дошить эту верхнюю ветку по сути дела здесь больше ну вот начну еще вот эту рядышком веточку вышивать а так больше так высоко мне пяльцы не были нужны для перестановки но вот сейчас вот в процессе вы видите вышивать нитками cloud было очень интересно особенно по первое это было любопытно что-то новое попробовать и с другой стороны ими вышивать медленнее имейте ввиду если вы хотите марафонить с работами где участвуют нитки cloud лучше не надо потому что реально нужно немножко скорость свою убавлять для того чтобы попадать туда куда нужно пушистые ниточки закрывают отверстие основы тем более если вышиваете на равномерке как например у меня здесь работа соответственно приходится чуть чуть побольше тратить времени но я вот для того чтобы уж себя как бы растормошить чтобы не залипать на вот этих клаудных местах я чередую вышью цвет мулине вот я сделала основу такую веточку и потом перехожу делаю один цвет cloud вот я тут уже сделал потом беру другой цвет мулине вышиваю мулине потом отдыхаю делаю крестики cloud в общем вы поняли да я чередую и получается не напряжно и не нудно в общем работа сама по себе небольшая 12 тысяч крестиков всего и вот на этой неделе я хочу прям сделать такой рывочек посвятить побольше времени именно этой подушки сделать на ней 3000 крестиков для того чтобы добить до половины все-таки февраль он неумолимо идет к своей середине а там и к завершению скоро зацветет верба соответственно хочется мне вот этот финиш приурочить цветению цветению вербочек и соответственно сделать может быть фотографии если все сложится хорошо не напряженный процесс но я заметила одну вещь и по вечерам мне почему-то сложнее его вышивать именно вот то ли цвет основы хотя она не темная на просто такая вот кофейная или вот этими нитками искать дырочки отверстия в основе как-то мне немножко непривычно но ничего у меня есть еще и утреннее время когда я посвежеть так что как-то буду выделять в общем покажу наверное вам какой-то промежуточный эффект буду делать сразу веточку сразу back и потом надеюсь что все-таки до половины я эту подушку сделаю в планах вот вышивать вот эту ветку да вот она у нас здесь нас на превью и дальше вот идти сюда почему-то меня потянуло вправо хотя я всегда вышиваю с левого верхнего угла но здесь можно вышивать как угодно я начинала середины и вот середины вышивая почти дошла до низа хотя здесь еще не низ вот еще чуть-чуть тоже кусочки надо будет доделывать но это все дело техники дело времени главное главное вышивать и тогда будет результат у меня уже полдень среда и за эти дни я вышивала только подушечку вербу на вышивала я до 40 процентов сейчас у меня вот за эти три дня прибавилось 1800 крестиков видите я не каждый день вышиваю по тысяче в понедельник и вторник у меня вот выходила как раз по 500 но это нормально потихоньку потихоньку но все равно когда работой занимаешься она растет и вот сейчас вы видите уже в полную скажем так в полную длину вернее в полную высоту эту подушку будущую вот здесь нижняя часть а вот вы видите верхнюю часть и вот эту самую длинную ветку но будет еще одна такая же с другой стороны и я уже надкусила тут следующую веточку наметила потому что тут тоже нужно аккуратненько отсчитывать сколько чего ниточек до начала следующей ветки ну и конечно все ветки у меня сделаны целиком и полностью к ним я уже возвращаться не буду то есть и пушистые элементы которые я чередовала с хлопковым мулине и самое главное бэк у меня уже сделано это очень здорово но бы кто тоже очень такой приятный простой вот сейчас хорошо видно светлый бэк я его стараюсь делать вот раскалывая расщепляя нитку для того чтобы не было прерывистых линий но выкладную нить тоже делать не особо хочется во первых это для меня более трудоемко это раз а во вторых если это будет подушка это будет именно подушка у меня них не картина то соответственно она будет постоянно подвергаться механическому воздействию да и стирка будет чаще чем если бы работа была в раме короче выкладную нить тут сложнее со стиркой происходит в момент потому что она периодически проседает так но сделано почти 2000 крестиков но я ставила себе цель в 3000 на этой неделе и обещала что вот покажу вам вот это вот включение соответственно я продолжу вышивать дальше вот по этой намеченной ветки хорошо так идет но с другой стороны знаете вот работа такая для людей которые хотят монотонности бывает такое мы устаем от какого-то постоянного переключения на разноцветные вот эти вот цвета и ты берешь вот эти коричневые оттенки вообще всего здесь 9 цветов ниток в том числе и пушистиков и вот и так вот вышиваешь ими идешь ведешь эту ветку по чуть-чуть берешь один оттенок 2 делаешь пушистые крестики делаешь back и вот она как-то так вот следом друг за другом происходит в общем это работа именно для тех кто устал от какой-то вот от карусели яркости от карусели разнообразие вот пожалуйста берем и вышиваем и вот видимо у меня сейчас такой период она неплохо стала двигаться потому что в предыдущие дни вот когда я еще не возобновила съемку вышивальных недель я ловила себя на мысли что у меня были дни когда вот мне было на ней сложно сделать даже 100 крестиков мне казалось я что вышиваю 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 а прибавление никакого не вижу в общем это тоже такие вот субъективное восприятие но сейчас без пялец полюбуюсь запяли вот эту часть и буду наращивать веточки дальше ставил я на этой неделе задачу вышить 3000 крестиков на вербе и я с ней справилась и даже более чем получилось у меня больше 3700 крестиков и уже больше половины работы готова 56 процентов показывает моя программа это очень здорово вот закрылся ну как условно закрылся правый нижний угол дошла я до низу причем все делаю сразу и полностью как я говорила вышиваю крестики и сразу делаю бэк для того чтобы больше не возвращаться сейчас у меня вот будет задача переставить пяльцы вот сюда вот в этот уголок там немножко но тоже это нужно будет сделать ну все на этой неделе я откладываю потому что на вышивалась хотя хотя разгон сделала неплохой в общем то но уже хочется мне переключиться на что-то другое я конечно очень довольна тем что получилось ну и собственно больше мне здесь рассказывать нечего картинка по сути дела такая как принято говорить стильная интерьерная но здесь особо ничего не происходит показывать особо нечего потому что хворост палки ну он и есть хворост тут все достаточно похожие хотя каждая веточка она совершенно другая и вышивать правда интересно вот я реально втянулась почувствовала этот ритм и у меня уже даже стало вот вчера вечером я повышевала больше 1200 сделала крестиков вообще на этой работе у меня столько не получалось обычно там 500 600 это был предел вот за день сколько я могла сделать а это прям вот стало хорошо на ней разгоняться но неплохо откладываю я теперь до следующей недели потому что на следующей неделе точно такую же буду ставить перед собой задачу максимально продвигать эту работу ведь февраль тоже уже идет своим ходом неумолимо приближается к окончанию и это очень здорово вот вместе с этой вербочкой будем приближать весну вместе сегодня хочу повышивать колодец это дизайн от производителя мережка я вышиваю его нитками дмс на основе цвайгард 16 каунта по перенабору и сейчас вы видите я дошла практически до низа у меня вот здесь вот так вот ограничена работа хочу завершить уголочек я люблю уголки завершать как и многие из нас верхний угол сделан и вот так было бы неплохо и нижний данный момент у меня работа перевалила за двадцать шесть процентов уже больше четверти вот ее граница кажется что выше то больше четверти но это обман именно по стежкам потому что тут вот в небе идет полукрест он идет в одно и в два сложения но полукрест он как бы больше закрывает площадь больше а в стежках конечно считается два полукрестика как один крестик соответственно поэтому может казаться что вот выше то побольше значит 12 с половиной тысяч стежков вот у меня готова если вот переводить в крестики работ сама большая 47000 будет по итогу так что еще вышивать и вышивать но и вот в этом месте где сам колодец самое такое интересное в самое вкусненькое вот у меня уже ведро обозначилась кладка колодца покажу вам поближе и вот тут вот россыпь крестиков это все зелень травушка муравушка также как и вот здесь вот у меня она такая же шла очень много 934 цвета такого темно-темно-зеленого кто знает дмс тот меня поймет кстати его очень часто в клей то не очень много используется наравне с 936 ну это такое также есть и цветочки вот они как-то немножко разбавляют я люблю такие вот места вышивать мне нравится кто-то не любит а вот мне вот это вот нравится я заполняю один цвет сперва делаю потом добавляю еще один и вот кстати вот тут я тоже вот чередую вышиваю что-то в зелени что-то в колодце в колодце конечно попроще что-то опять в зелени перехожу что-то в колодце и вот так потихонечку потихонечку у меня закрываются вот эти вот проплешинки ну сейчас вы видите работу в процессе поэтому тут ничего такого страшного вот о своих планах я сказала ну смогу ли я или нет но вот хотелось бы мне вот до уголка до левого нижнего все-таки дойти и я думаю думаю будет этого достаточно для этой недели ну а там посмотрим честно скажу работа идет очень хорошо не напряжно залипатель на вот очень трудно от него оторваться до загадай желание называется работа вот как-то как-то хорошо идет видимо желание которое я загадала исполнится но я уже так смотрю потихонечку к этому есть все предпосылки но это такое лирика а крестики никто не отменял поэтому тоже их с удовольствием буду вышивать вот здесь вот в реке видите полукрест тоже вот такая вот какой-то в какая-то речушка или ручеек что-то такое вот рядом с колодцем находится на тут много будет интересного впереди еще тут будет дом много интересных деталей поэтому для любителей пейзажей я знаю многим полюбился этот дизайн это вот самое оно самое сердце но вообще работы по картинам томаса кинкейдом мало кого оставляют равнодушными особенно нас вышивальщиц как-то хорошо кинкейд ложится вышивку не все производители могут его удачно вот перенести но такие да многие работы по картинам кинкейда это вот просто самые самые такие любимые у нас покажу свои продвижения по колодцу коттедж загадай желание от мережки вы видите у меня прибавилось окружение но не заполнились вот эти все пустые пространства добавила я 1300 там с копейками крестиков сейчас у меня уже готова 29 с лишним процентов работы но можно сказать до уголка я уже практически дошла тут очень много крестиков 934 номером ну кто вот вышивает дмс кстати его вот в кругах клейтона много тот поймет это вот такой темно-темно-зеленый и бленды есть ним вместе но в общем заскучать не придется но вышивается интересно вот серьезно оторваться сложно затягивает все это вот немножко я не доделала ведерко но это все дело будущего добавить еще нужно вот тут вот он ну такие простые места для кирпичной клалатки колодца и получается очень и очень здорово мне мне нравится хорошо идет процесс но правда сейчас на него может быть не так много времени но я уверена может быть на следующей неделе будет и побольше а пока любуюсь вот таким пестреньким результатом реально похоже на какую-то такую мозаику на какие-то пазлы но вышивая по программе это абсолютно не страшно выделяешь себе цвет и спокойно его вышиваешь не скажу что это там какая-то многоцветка нет здесь и одиночек нет ну трава она есть трава всегда в пейзажах вышивается она приблизительно таким способом ну заполняем потихонечку по цветам именно так я и вышиваю своем видео о планах я показывала вот этот набор от панны звенящая тишина о том что собиралась его начать и я его начала и вот даже сняла кусочек видео о том как начинала показывала наборчик ну тогда я думала буду снимать вышивальной недели но опять заболела вот сейчас его ставлю вам для ознакомления друзья сегодня я хочу начать один из наборов которые ставила в планы на этот год причем это был план попробовать новые техники но и вы видите набор от фирмы панна звенящая тишина техника long stitch я ей еще не вышивала но что-то подсказывает мне что это не так уж и сложно будет потому что это такие вот гладьевые стежки достаточно они такие понятные счетные но будем пробовать дизайнер марина хромова размер готовой работы будет 33 на 15 сантиметров и даже указан размер в крестиках 234 на 110 18 цветов мне мне этот дизайн всегда очень нравился притягивал но я как-то вот не решалась а потом год назад ровно увидела на распродаже в леонардо но это просто было смешная цена вот упаковочка да вы видите да насколько я его приобрела причем начальная цена была вот такая но это оказалось не самая начальная смотрите самая начальная была вот такая то есть набор цель уценялся два раза и никому видимо был особо не нужен ну вот нашел нашел он свою хозяйку в моем лице давайте посмотрим содержимое набора смотрите какие красивые нитки именно они меня и привлекли вот это вот такая если бы это был крестик мы бы сказали резкие переходы но именно вот эти резкие переходы мне очень нравится в небе они какие такие вот необычные вот это сиреневое небо но это что-то такое вот то что притягивает взгляд и соответственно тут вложены такие нитки здесь нарезка по 60 сантиметров но буду 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 ею справляться в принципе я особо нареканий к такой нарезке не имею нормально вышиваю основа здесь мелкая 18 каунта так что ну в принципе это не столь важно наверное когда ты делаешь стежки long stitch вот схема сразу вторая часть ну и по ней понятно вот они эти стежки номера цветов указываются здесь вот допустим 15 да вот такие символы и смотрите здесь что меня удивило стежок выполняется 8 нитей то есть мне придется брать скорее всего не полностью 8 нитей это слишком уж многовато буду брать 4 нитки складывать пополам вообще будет короткая у меня такая нитка но посмотрю что из этого получится я думаю справлюсь и хочу показать вот в этой общей инструкции есть как раз техника выполнения описания стежка long stitch видите вот он как выполняется 1 2 3 4 в общем и хардангере такой часто как и такая своеобразная счетная гладь здесь также у нас это первая часть сейчас мы с вами посмотрим да первая часть левая сторона схемы большие такие схемы четко понятно будет все я думаю так что сейчас буду пробовать мне это очень интересно потому что ну я говорю первый раз такой набор вышиваю у паны и есть еще другие наборы в этой технике какой-то вот кораблик тропический сюжет что-то такое но мне вот здесь именно цветовая палитра стала магнитом хотя в принципе тема церковных строений мне очень нравится это не моя тема абсолютно но я вышивала на заказ правда троица сергиеву лавру от золотого руна большую такую работу это был единственный опыт и это он был на заказ но сейчас как-то меня это никак не останавливает наоборот что-то в этом есть ладно буду пробовать и скоро уже вам покажу свои первые шаги ну и вы сейчас видите сколько у меня выше то я вот сегодня немного добавила повышевала чуть-чуть прибавила здесь вы видите вот добавились у меня стежки дополнительные вот сейчас вечернее освещение вы видите как блестят ниточки здорово очень затягивает эта техника особенно когда втягиваешься понимаешь смысл в общем мне нравится интересно конечно постоянно вышивать ею ну по крестиком все равно тоже скучаешь но получается здорово уже как бы немножко просматривается дерево и здесь что у нас здесь у нас идет небо так что интересно по чуть-чуть понемножечку буду вышивать ту захочу по многу буду вышивать и по многу видео о стартах января кто не смотрел я ссылочку оставлю я показывала и этот процесс начала я его в конце января буквально повышевала немножко и это новинка которая привлекла мой взгляд еще на стадии каталога я поняла что она мне очень нужна фермы вся вот эта тема деревенская мне очень нравится ну а тут еще и машинка интересная красная ну и такой вот приятный пейзаж есть у dimensions еще другие фирмы они у меня кстати тоже есть в запасах но вот конечно новинку мне захотелось сразу и начать сейчас я потихонечку делаю перри набор здесь в принципе работа несложная и и сразу начала вот по бумажной схеме посмотрите на какая хорошая крупная приятная тут вообще проблем нет никаких тут вот ключ здорово очень хорошо пошла намного полукреста естественно снег вот это все внизу это все полукрест так что вышивать я думаю будет несложно если ее одну вышивать можно вышить очень быстро не такие я тоже вам покажу вот так вот они у меня пока что никак не организованы но я уже говорила о том что скорее всего переорганизую все это дело значит вышивка идет на 14 основе такого голубовато-серого цвета размер будет такая длинненькая панель 45 но узкая на 15 сантиметров самое начало вы видите тут вот буквально я не знаю сколько тут вышло потому что как говорила перри набора у меня нет соответственно как будет я все это отмечу и тогда уже буду как-то свой прогресс следить ну а сегодня тоже просто повышеваю с бумажные схемы почему бы и нет я спокойно вышиваю и с электронных схем конечно им я все-таки отдаю предпочтение ну а что касается моего любимого димон шанса я его схемы хорошо вижу хорошо читаю и без всяких перенаборов здесь больше перенабор нужен но для спортивного интереса до чтобы отметить и узнать сколько в процентах выше то сколько в крестиках но я думаю кто вышивает тот с помощью программ тот меня поймет а так конечно по схеме вышивать ну просто песня хорошо и не проблемно ну вот хочется мне вот этот вот сарайчик дошить вы видите их очень сильно обрезана работа здесь граница у сарайчика но тут есть еще и дерево в самой схеме посмотрите сколько отрезано много почти 20 этих самых рядов до 20 стежков отрезано я не исключаю что и снизу тоже отрезано хотя нет снизу они не стали уж совсем обрезать ну вот левой стороны и с правой тоже посмотрите вот здесь вот домик да если на него ориентируется после домика в схеме есть еще дополнительные там моменты ну это это уже общее место у dimensions они часто это делают но от этого мы их любим не меньше ладно вот хочу повышевать вот эту вот фирму ветряк и возможно вот так вот до верха дайте там какие-то французские узелки поделать сама значит фон тут не зашивается и вот эти снежинки они чередуются крестики и по моему по моему французские узелки да есть и французские узелки есть и крестики как бы такой вот микс идет имитирующий снег ну все пойду вышивать друзья у меня уже воскресенье это будет последнее включение на этой неделе в общем я не вытерпела и все-таки сделала перенабор на зимнюю ферму теперь я точно знаю что там очень мало чего вышивать всего 11 тысяч крестиков ну как я предполагала и сейчас свою работу я продвинула до 21 процента то что я вам показывал это было вышло на тот момент я уже отметила если в крестиков то как раз на ровно 500 крестиков у меня было на тот момент и вот сейчас я добавила еще 2000 но это не чисто крестики здесь как вы видите полу появилась очень много бэка бэк здесь разноцветный он и темно-коричневый и вот светло-коричневый вот здесь в траве какие-то палочки белый бэк есть бэк вишневого такого цвета вот под цвет вот этого сарайчика или что это какая-то хоспостройка серого цвета черного в общем заскучать не придется также я сделала и французские узелки они здесь вот видите идут в перемешку с крестиками как бы крестики то такие крупные хлопья а французские узелки хлопья поменьше в два сложения они вышиваются я делала в два навива чтобы они были немножечко пожирнее и вот здесь видите по сарайчику они тоже идут в деревьях встречается что интересно вот в этом снегу кстати вот здесь я еще не дошила полукрест его нету этих французских узелков его сказала да но вот так потихонечку они разбросаны в общем вышивается все очень легко и вот я вышивала так что сделала вот эти вот стволы деревьев и потом от них уже вышивала ветки после того как сделала ветки от веток уже ориентировалась и вышивала одиночные вот эти крестики и французские узелки вот ну не знаю может быть сейчас не так сильно их заметно но в жизни они получше заметно может быть будут у меня возможности сделать включение при естественном дневном освещении вы увидите как она выглядит кстати здесь я не заморачивалась если сравнивать с тем же димом прогулкой в город где я крепила каждый французский узелок отдельно здесь я не заморачивалась по той причине что тут основа очень плотная но это не самое главное нитки здесь не сильно контрастные и даже вот на просвет я их вот так вот смотрела не видно сильно конечно сильно протяжек не делала но кое-какие делала видите но они не видны и абсолютно точно не будут вот эти вот знаки зодиака проявляться карта звездного неба не будет проявляться потому что ну конечно этого не хочется кстати по поводу канвы она плотненькая и она ну не скажу что прям сильно деревянная но что-то в ней есть такое хотя я предварительно прежде чем начать этот набор я канву замачивала вот как обычно минут 20 она у меня в теплой воде и без ничего просто полежала я думала она станет мягче вот например год назад я тоже новинку вышивала дименс цветочный магазин там канва у меня помягчила стала приятненькой такой прям вот совсем совсем в два прокола не проблема вышивать тут такого чуда не случилось я думаю что все таки на это качество еще влиять может быть то что это канва другого цвета у нее может быть какие-то другие характеристики из-за того что вот покраска была другая ну короче она не сильно изменилась не особо смягчилась но в принципе это не страшно запялилась видите она у меня в нурге тройку и ничего вышивается нормально и вот в процессе того как я стала делать бэк сделаю вот так вот наверное получше меня посещала неоднократно мысль что по сути дела вот этот вот сарайчик ветряк деревья они вышиты вот ну просто как примитив тут вышивать сильно нечего да но такой вот примитив но он такой уютный получается и благодаря стежкам бэка бэк ну несложный он просто вот просто его много благодаря этим стежкам все становится какое-то такое уютно уютная какая-то перспектива вроде появляются и крыша тут немножко от бэкона и вот эти вот тонкие ножки ветряка ну в общем как-то как-то здорово все молодцы dimensions но я все равно ощущаю вот эти вот веяния больше и вот когда дим как говорят скатывался к при более к примитивным таким дизайном которые больше вот проще вышивать быстрее вот здесь это видно да вроде бы пейзаж где у меня тут картинка напомнить вам да вот пейзаж да но он очень простой он реально простой вот сейчас я вот-вот мне это дерево вышло да следующий этап будет это у меня елка опять вот этот снег деревья и только потом я дойду до вот этой основной фермы и машины и все равно там тоже я уже перенабрала схему и уже знаю что там тоже все будет очень и очень просто вот набор простейший но получается мне нравится как получается но это вот видите это вот та самая магия dimensions когда вроде бы никаких особых таких сложных приемов но получается очень здорово так чётко чисто лаконично в общем я очень довольна процессом но и в двух словах еще хочу сказать вам огромное спасибо выкладывала я свои видео вот о планах не о планах даже а у первых итогах января дам на youtube и на дзене и большое спасибо вам за добрые комментарии спасибо что вы ждете мои видео мне было очень приятно прочесть что я вдохновляю вдохновляю на процессы у кого-то процессы с под мои видео идут быстрее конечно очень здорово но видите не всегда вот может быть по голосу понимаете что состояние здоровья не всегда позволяет это какая-то зима она вроде бы у нас не холодная абсолютно бесснежная получилось снега у нас практически не было но вот как то я все эти три месяца подхватываю все 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 зимние прелести но ничего очень надеюсь на то что весна все исправит у нас как весна расцветает не только природа но и дух поднимается так что я думаю с весенними солнечными лучами все будет все будет еще лучше и еще я конечно очень рада тому что вышивальные недели продолжаются сама рада в них вернуться потому что это тоже и стимулирует и добавляет какой-то определенный драйв ну и я всегда радуюсь что могу как-то вдохновить и помочь получить это вдохновение прогнать не вышивку своим вышивальным друзьям да ну на этом наверное все спасибо что остается со мной спасибо что смотрите мои видео ставите лайки и все такое прочее прощаюсь я с вами ненадолго до следующей недели но и по традиции желаю мега вышивального вдохновения творите красоту с вами была светлана до новых встреч в эфире пока друзья